В последние годы в нашей стране проводится планомерная работа по повышению качества и эффективности системы образования, формирования у обучающихся современных знаний и навыков, модернизации отрасли в соответствии с современными требованиями. Важные аспекты внедрения единой системы электронного обучения в школах и эффективной организации дистанционного обучения рассмотрели на очередном правительственном часе в Нижней Палате Парламента. Подробности у нашего корреспондента. Дистанционную форму обучения специалисты по стратегическим проблемам образования называют образовательной системой 21 века. Сегодня на нее сделана огромная ставка. Именно она способна наиболее адекватно и гибко реагировать на потребности общества, обеспечивая реализацию конституционного права на образование каждого гражданина страны. Сейчас наша страна вступает в новую эпоху. И качество образования, человеческий капитал является приоритетным направлением стратегии развития на 22-26 годы. Во время правительственного часа были подняты несколько вопросов, связанных с качеством дистанционного образования, осуществлением дистанционного образования для детей с ограниченными возможностями, организация дистанционного обучения в отдаленных районах Республики Узбекистан. В свою очередь, глава Министерства народного образования рассказал о создании единой информационной системы электронной образовательной сети. В текущем году планируют установить ее более чем в 3200 общеобразовательных школах. Это позволит осуществлять постоянный мониторинг, чтобы составить полное представление об интересах и предпочтениях свыше 3,5 миллионов учеников с 5 по 11 классы. Исходя из этого, разрабатывать соответствующий контент, защищать их от вредной информации. Речь шла о разработке единого программного комплекса Enterprise Resource Planning, который представляет собой систему управления, позволяющую автоматизировать большую часть всех процессов в учреждениях народного образования Республики. С тем, чтобы облегчить внедрение системы электронного документа оборота, снизить расход бюджетных средств, влияние человеческого фактора и сопутствующих ему ошибок. А еще повысить прозрачность процесса обмена данными, как внутри, так и между ними и вышестоящими структурами. Говорили о платформе дистанционного обучения MacTab.us, которая в экспериментальном порядке внедряется в целях цифровизации образования, предоставления школьникам дополнительных учебных материалов, развития дистанционного обучения, преподавания по принципу Flyped Classroom. При этом поэтапно создается база видеоуроков, презентаций и тестов по различным предметам. Разработаны четыре модуля платформы ученик-учитель, администрация школы и родители. В результате учитель получает возможность оценивать уровень знаний, активность и результаты учащихся. Администрация школы наблюдает за учебным процессом в целом, а родители могут видеть достижения своих детей в динамике, а также просматривать соответствующие учебные материалы. Пандемия внесла существенные коррективы в процесс обучения. С тем, чтобы не прерывать и эффективно наладить последний, был реализован проект онлайн-школа. В его рамках в общей сложности записано более двух с половиной тысяч телеуроков на узбекском, русском и каркалпакском языках. Кроме того, в период карантина в учреждениях системы народного образования был введен электронный дневник kundalik.com. Но поскольку функционирование данной системы вызывает немало нареканий, со стороны пользователей в настоящее время ведется ее доработка. В процессе обсуждения депутаты внесли ряд предложений, рекомендации, направленных на дальнейшее развитие сферы. По итогам обсуждения достигнута договоренность обеспечить эффективный парламентский контроль в данном направлении.